Даже ярый поклонник кровавых шутеров порой хочет отложить шотган в сторонку и заняться чем-нибудь созидательным. Многие годы лучшим симулятором градоначальника считалась серия SimCity. Ее конкуренты обычно не дотягивали даже до стандартов, которые установил Уилл Райт и его студия Maxis в далеком 89-м году. Недавно игроки познакомились с трехмерным градостроительным симулятором CityLife. Он оказался не такой пустышкой, как его предшественники и порадовал геймеров несколькими инновационными фишками. А теперь издатель этого проекта немецкая компания CDV предлагает нам еще один симулятор города Glory of the Roman Empire. В игре нам уготована честь стать губернатором Древнего Рима. Как и в SimCity, мы с головой окунемся в мельчайшие проблемы и нужды горожан. Только не думайте, что управляться с античными жителями проще, чем с обитателями современных мегаполисов. Они не менее придирчивы и требовательны, чем их потомки в CityLife. Игра начинается вполне обыденно. У вас есть несколько рабочих, которых первым делом нужно обеспечить крышей над головой. Пока новоселы устраиваются в домах, игрок беспокоится об их пропитании. Построить несколько ферм недостаточно. Пшеница, мясо и другие сырые продукты сначала обрабатываются, потом завозятся в магазин и только после этого попадают на стол горожанам. Но и тут не все так просто. У каждого здания есть свой круг действия, в пределах которого оно функционирует. К примеру, вам захотелось накормить своих налогоплательщиков хлебом. Вы строите ферму, крестьяне на ней собирают урожай и относят в находящуюся рядом пекарню. Но чтобы продать хлеб, нужен магазин, да еще и построенный недалеко от пекарни. Поэтому перед тем, как наладить какое-то предприятие, приходится заранее просчитывать, где будут возведены нужные здания. Если что-то пойдет не так и хлеб не попадет на полки магазина, то ждите народных восстаний, погромов и пожаров. С ростом города растут и потребности ваших жителей. Обули, одели, накормили, а теперь развлекайте, дорогой губернатор. Из-за огромного количества типов горожан это не так-то легко устроить. Обычные трудяги привыкли напиваться в таверне или глазеть на гладиаторские сражения. Богачи же из всех видов досуга признают только театры и бани. Чтобы никто не остался в обиде, вы постоянно прикидываете, где же построить еще пару пивных и откуда взять деньги на новые сады и скульптуры. Если вы угодили и богачам, и беднякам, накормили своих людей и дали им кров, ждите небольшой подарок от жителей. Статую в вашу честь. Помимо миролюбивой застройки города, есть в Glory of the Roman Empire и военная составляющая. На ваше поселение время от времени нападают варварские племена, которые крушат все на своем пути. Чтобы дать отпор врагу, нужно строить бараки и нанимать армию. После того, как на окраинах города замаршируют отряды солдат, набеги будут не страшны. А если вдруг в вас проснется боевой дух, попробуйте создать мощную армию и сами отправьтесь жечь деревни врага. Но поскольку тактики в здешних сражениях практически нет, бои выигрываются исключительно числом. В конце концов, в игре сделан упор не на разрушении, а на строительстве городов. Кстати, вы можете построить рынок и наладить с варварами торговые отношения. Кроме Рима, в Glory of the Roman Empire есть еще 10 городов для обустройства. Каждый по-своему необычен и требует особого подхода. Например, богатые северные города атакуются варварами чаще, чем южные. Что интересно, переключаться между всеми городами вы можете в любое время. Если в одной колонии не хватает зерна, то вы всегда можете начать торговлю с другими провинциями и восстановить запасы. Без нескольких крупных поселений это сделать не так-то просто. Должно быть, все любители подобных игр устали от блестящих небоскребов, ровного асфальта и автомобильных пробок. Glory of the Roman Empire непременно покажется вам оригинальной градостроительной стратегией, пусть и не такой идеальной, как творение Максис. Но в конце концов, разве вы никогда не хотели заложить фундамент Древнего Рима?